Привет всем любителям шахмат! Сегодня на уроке у нас позиция, которая сыграна было около пяти лет назад. Это Салоники, 2013 год, и играли два известных гроссмейстера. В данной позиции мы видим, что у черных некоторые материальные перевесы, но фигурки белых стоят неплохо и компенсируют материальные потери. Достаточно грозно выглядит ладья на h7, ферз на b8, грозят тут проблемы по первой линии, ну и возможно из-за этого белые в этой позиции сыграли неаккуратно, а сыграли конь f1. И вот наша с вами задача, играя за черных, попробуйте сейчас эту позицию решить. Белые совершили такой грубый зевок, и надо их за это наказать. Кто хочет порешать, сам ставьте на паузу. Кто уже решил, все, внимание на экран. Значит, видимо, что у короля белых особых ходов нет, но и вот этим пользуется как раз черный. Сыграно здесь конь h3. Это шарах, но в первую очередь, что хочется взять этого коня, но ферзем брать совсем неинтересно. Ну а вот после взятия пешкой скрывается линия g, и конечно же ладья g7, и теперь у нас перевес. Ну, на самом деле здесь стоит отметить, что все-таки две пешки и конь за ферзя, не так мало, но король g7, ферз b1, то есть черные быстро стабилизируют свои силы. Пешки c4, а3 крайне слабые, но и белые здесь ничего не успевают сделать, и конечно же черные легко побеждают. Ну и второй ход, конь h3 брать мне обязаны, король h1 или король h2. Ну, здесь тогда коневая вилка, или так называемое открытое нападение. Начинают работать ладья по линии h, и все. Вновь теряют материал белые, ну а значит их позиция крайне печальна, ну и уже пора сдаваться. Ну вот стоит отметить, что здесь вот хоть и играли сильные гроссмейстера, но конь f1 такая ошибка, может быть на уровень первого юношеского разряда. Поэтому, как мы видим, еще раз подчеркну, что в партиях сильных шахматистов, каких-то там десятиходовых комбинаций, ну, если и существуют, то они крайне редки. То есть, все решается так же, в таком небольшом платке, два-три хода, ну, четыре хода. То есть, поэтому, не забывайте решать тактику, не забывайте ставить лайки, кому понравилось это видео. И совсем скоро увидимся, пока-пока.